При всей кажущейся привлекательности негативной позиции по отношению к новейшим достижениям цифровых технологий необходимо понимать, Церковь призвана помогать современным людям находить правильный подход к использованию результатов развития науки и технологий. Всякий новый вызов в этой области – это своего рода экзамен на нашу способность актуализировать христианские убеждения. И на основе этих убеждений вникнуть и разобраться в самих этих явлениях, насколько они соответствуют или противоречат христианскому веро- и нравоучению. Современное молодое поколение родилось в эпоху мобильных телефонов и интернета. Цифровое виртуальное пространство для них стало естественной средой обитания, совершенно реальным миром со своими законами. И это иногда очень трудно понять старшему поколению, для которого это пространство при всем напряжении сил и готовности освоить это пространство продолжает оставаться чужим. И, конечно, всего этого нельзя отрицать, ссылаясь на то, что раньше без этого спокойно обходились. Обходилось человечество в разные времена и без других достижений цивилизации, которые мы считаем в наши дни обыденностью. Поэтому ссылка на то, что обходились, давайте и мы сейчас обойдемся, она не работает. Потому что эти новые технологии становятся важной частью жизни, особенно в области коммуникации. Первая волна вхождения православных людей в пространство социальных сетей и другие площадки цифровых коммуникаций, на мой взгляд, завершается. Невозможно до бесконечности увеличивать число приходских сайтов, аккаунтов, сетей и блогов. Сегодня крайне важно сконцентрироваться на качестве представляемой информации, на поиске адекватного языка, как словесного, так и визуального, для свидетельства о Спасителе, о жизни Церкви, о высоком достоинстве христианина. И здесь на первый план выходит образование, несомненно профессионализм, а также внутреннее горение, желание говорить о Христе. И может быть вначале надо поставить было именно это горение и желание говорить о Христе, как о приоритете. Потому что все остальное играет служебную роль и вторично. А первично это наше желание и стремление проповедовать Христа, распятого и воскресшего.